Дзюдо – это не просто вид спорта. Это система образования, воспитывающая в человеке уважение, честь, упорство, отвагу и другие качества личности. С каждым годом количество учеников, постигающих дзюдо, увеличивается. Это понимают и в областном центре, где на базе Бреска специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва профсоюзов единоборств уже давно работает отделение дзюдо. С 2022 года главой попечистского совета и, соответственно, этим направлением занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ну а на уровне Брестской области – это Брестское областное управление МЧС. Да, мы сегодня видим, что есть потенциал. Мы, в свою очередь, поддерживаем это. Мы сегодня работаем вплотную с областной структурой дзюдо. Сегодня совершенно переработан устав. Поэтому этому направлению мы придаем очень важное значение, учитывая, что это те ребята, которые в будущем могут стать спасателями, управляя те качества, которые развивает дзюдо. Сегодня в Бресте создана хорошая база для дзюдо, где его развитию как олимпийскому виду спорта уделяется пристальное внимание. Это не только проведение городских или областных чемпионатов, это и проведение встреч и мастер-классов с людьми, которые благодаря своему трудолюбию, силе воли и прочим качествам смогли добиться высот. Одна из таких встреч накануне прошла с чемпионом Республики Беларусь под дзюдо, призером Кубка Европы, Азиатских игр, Кубка Африки Александром Сидориком. Домой всегда в хорошем настроении, с теплотой встречают, всегда очень приятно в родные края вернуться, очень дружелюбные здесь люди и очень по этому городу скучаю. Конечно, мастер-классы очень важны, потому что техника не стоит на месте, нужно все время развиваться, со всех сторон подходить к тренировочному процессу. Здесь, безусловно, очень много хороших тренеров, но всегда нужно искать что-то новое. И я считаю, что могу внести лепту для этих детей, для их продолжительной карьеры. Задача вот этого мастер-класса напрямую, вживую, чтобы Александр поделился своими эмоциями, мастерством, показал, что все рядом, все достижимо. Ребята должны только хорошо тренироваться, с настроением оторваться от гаджетов, и тогда у нас будет и в Брестской области хороший результат, и по всей стране. Энергичная разминка, затем мастер-классы, работа в парах. Шаг за шагом ребята оттачивали навыки и умения, а старшие наставники, имеющие за плечами солидный опыт, помогали им, корректировали технику выполнения приемов. Ведь в любом виде спорта тренер – это в первую очередь человек, который сделает все, чтобы ты не разочаровался в выбранном виде спорта, дальше развивался, тренировался и завоевывал наивысшие награды. Для спорта тренер – это папа или мама, в зависимости, какой тренер, и он очень важен, он всегда поддержит, никогда не бросит. Даже если это первый тренер, и ты от него уже ушел там 10 лет, прошло 15, все равно теплые качества, чувства остались, и всегда звонят, спрашивают, помогают. С ним было всегда интересно, скучать он мне не давал, в хорошем смысле слова. Мне очень нравилась его черта характера, что очень волевой спортсмен, очень волевой, где-то, может быть, технически не такой одаренный, но я увидел, что в каждой встрече он выкладывается на все 100. Был момент такой, даже с юношеского периода, только он перешел ко мне, в более тяжелой весовой категории выступал, с более сильным соперником. Я ему сказал, говорю, Александр, ты должен все время атаковать, ты не должен осторожничать. Так и получилось, что даже в начале своего пути с более сильным атаковал всю встречу и заставил соперника ошибиться. Несмотря на то, что уровень у мальчишек и девчонок разный, каждый показывал свои спортивные способности на максимум. Сегодня эти ребята со стопроцентной уверенностью могут сказать, что в выбранном виде спорта они точно не ошиблись. А такого рода мастер-класс дал им понимание того, что достичь высот, как Александр Сидорик, можно. Нужно лишь много и усердно тренироваться, слушать тренера и просто жить этим видом спорта. У меня брат пошел на дидо, и я решил тоже стать борцом. Мне это очень нравится, меня это вдохновляет, у меня есть свои цели и свой путь, который я хочу достичь. Каждый день на тренировках я убиваюсь, я пашу, чтобы стать лучше. Сегодня приезд Александра Сидорика мне очень нравится. Я давно за ним следил, еще на разных чемпионатах. Мне очень нравится его техника, поэтому я очень рад, я хотел вживую посмотреть на это, и вот сейчас мне попался такой шанс. У меня вся семья занимается спортом, родители дздо, и когда я в первый раз пришла на тренировку, мне этот спорт понравился. И я решила начинать им заниматься и продолжать, как и родители. Травм у меня особо таких не было, но только первое начало, когда я занималась, были такие травмы, когда ты проигрываешь, и хотелось уже бросить спорт, но ты понимаешь, что ты должна и ты хочешь, поэтому я продолжала заниматься. К нам сегодня приехал Александр Сидорик, его мастер-классы, ну, на них нужно ходить, тогда у тебя что-то будет лучше пониматься, ты будешь знать новые броски какие-то, новые упражнения, и на соревнованиях тебе будет намного легче. Впереди этих юношей и девушек ждет долгий спортивный путь, однако они уже сегодня понимают, что для результата нужно много работать над собой, над своей техникой, а мастер-класс именитого дзюдоиста – это как мотивация, которая не дает расслабляться и сдаваться.